Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я буду красить свои корни. Может быть, недавно вы видели в моем влоге, что меня ужасно, просто ужасно промеллировали. Да, я ходила в недорогой салон, но я не думала, что так можно ужасно промеллировать. Не все это, конечно, замечают, не у всех глаза, как у меня, но я просто не могу, это мне мешает жить. Вот, вот этот вот, вообще я просто неровная полоса. Поэтому я решила не запариваться, потому что мне надоело. У меня нет постоянного мастера, потому что у меня нет возможности ходить в то время, когда ей там нужно. У меня ребенок, в общем, я сходила к другому. Я, в общем, перехожу на то, как я дома красилась, осветлялась, и буду блондинкой. И, в общем, буду сама все дома делать. Я себе доверяю лучше, чем кому-либо. Вот, поэтому сейчас я покрашу просто корни, и потом затонируюсь в серый цвет. Оставайтесь со мной. Краситься я буду палет, потому что мне понравилось на картинке. Да, я доверяю картинкам, я еще там, что, видите, даже темный он светлый. Поэтому мой блонд вообще, то есть, должен быть... А, ну, темный, то есть, да, вот такой темный у меня, у меня вообще даже русый. Я должна быть светлой. В общем, мы проверим это. Развожу все по инструкции и наношу на корни. К сожалению, я не могу воспользоваться из Фикс Прайс. Я покупала такую штуку. Кристинка, иди сюда. Не показывай лицо так. Вот. Я просто параллельно ее крашу. Вы спрашивали продолжение того осветления. На ее канале ссылка внизу. Я оставлю, кто еще не успел посмотреть. У нас продолжение ее осветления. Мы высветляем. Она вообще сейчас киперная белая просто. Но это вы видите на ее канале. Ссылка внизу. Она продолжит со мной красить корни. Все, я просто не могу у ребенка забрать вот это. Вдруг она выможет. А мне не жалко эту кофточку. Так что поехали. И да, чтобы вы понимали, я вам не сказала. Я взяла паллет. А10 это жемчужный блонд. Вот. В принципе, нам не принципиальный оттенок, потому что он с тобой будет серый потом. Все, я наношу обычно все руками. Потому что мне так стало проще всего. Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, все это. Ждем. 40 минут или 30. Не знаю. Подключи. Я все живу. Блин, мои хорошие. Знаете, вот я вот сейчас вот хочу вам сказать, что вы стали для меня. Вот вы все стали. Вот все-все вы стали одной большой подругой. Ну не в смысле большой, в смысле толстой, а в смысле вы все одна моя подруга, такая вот одна из лучших. Как Кристинка, как Леночка, как Любочка. В общем, потому что мне хочется с вами всем делиться. Я вот сейчас с Кристиной общаюсь и говорю, надо им показать, надо им показать. Я уже ее заражаю. Она тоже все для вас сделает. У нее что, не мысли? Она уже думает, я буду с ними делиться. Они так быстро подписываются. Ей очень приятно. Вот смотрите, какой красивый цвет. Вообще, это мой, по-моему, вот этот получился. Мне очень нравится. Я сейчас. Очень красивый цвет, но я уже настроилась, что я буду серой. И сегодня я взяла два вот таких мусса. Я хочу быть серой. Он в любом случае смоется потом. Но мы будем знать, что жемчужный, вот этот вот палет, он офигенский. И я его потом буду применять. Потому что он как раз вот заврасит мои корни и ровненький. Вы видите? Он ровненький. Мне очень нравится. Так что сейчас я... В принципе, они должны быть подсушены полотенцем, написанным там. Но я их еще немножечко подсушу сейчас. Чтоб я понимала, где накрасила, а где нет. И мы будем красить... Вот я две штуки взяла. Это монстон. Но у меня старый. То есть сейчас он есть 5-12. Там вот как-то монстон. А у меня еще до этого, который был. Просто тот чем-то не отличается. Сейчас я вспомню, чем не отличаются. Говорили же. Дольше, интенсивнее. Тот дольше держится, а этот меньше держится. Просто там не было 12. Я взяла вот этот цвет. А цвет оттенок тот же серый. В общем, все. Будем с вами краситься сейчас. Я выключила, кстати, желтый верхний свет для того, чтобы было понятно. Ну, как бы, что у меня, да, получилось. Ну, хоть мамелирование, оно просто, ну, как бы, ушло, да. Слава богу. Вообще отвратительно. Теперь я сама хоть знаю, когда мне надо, срочно надо покраситься. Я взяла, покрасила я сейчас, и я красотка. Когда записываться надо, ждать кого-то, чтобы кто-то с малым посидел с моим. Это, конечно, не то. Я привыкла вот сама. Так что, вот, знаете, теперь я буду палеткой этой краситься. Балет же было у меня, да? Или что? Балет, да. Шварцкоп. Ну что, мои хорошие, сейчас волосы расчешу и поедем дальше. Все-таки я собрала у Кристинки вот эту штучку, потому что я могу стачкаться. А она пока еще блондея, у меня там ей нечем упачкаться. Кухня красоты. Все, я приготовила расчесочку, будем прочесывать с вами все это делать. Ну, что, поехали. Сейчас я вот это отрву, а она мешает. Блин, вот эта штука мешает. И она уже не прилипляется нормально. Ладно. Надо же взбалтывать, правильно? Как пахнет. Хорошие мои, ну вот я накрасила. На самом деле мне хватило одной банки. Просто мои волосы полностью плавают. Это я сначала так нанесла, потом каждую прядь, потом по второму разу каждую прядь. А потом еще остатки, просто вот так у меня все плавает. Концы, корни, все. Но почему-то в видео, где я смотрела, когда делаю это, я видела, что сразу какой-то эффект. Либо там на обустренке, когда он темнеет, либо сразу какой-то вот, мне кажется, серый появлялся. А у меня не появляется. У меня такое ощущение, что у меня может бракованный он какой-то. Или я не знаю что. У меня такое ощущение, что ничего не получится. Ну и будет какой-нибудь легкий-легкий оттенок, серого, как у меня было. Вот. И еще хотела сказать, что в нанесении он мне не очень нравится, потому что он, знаете, как будто высыхает на волосах. Вот, допустим, крем, который вот я наносила до этого на корни, да, он... То есть его берешь, прядь, и прям чувствуешь, что ты все промазываешь. А здесь реально надо расчесывать, потому что он примерно как тоника, знаете. Вот тоника, говорят, что даже лучше на влажные волосы нанести. Потому что, ну, он будет лучше впитываться и так далее. И прям, я даже чуть-чуть подсушила, у меня были подсушены реально волосы. Ну, вы видели, да? И все равно я бы еще мокрее их сделала. Чтобы лучше как-то ездил, он лучше распределялся. Потому что он прям сразу высыхает. И я считаю, я нанесла много-много, а оно растут только до половины. Но удивительно, что на мою длину, на мою густоту, у меня густые достаточно волосы и длинные. Одного впритык вообще хватило. Ну, не впритык даже, а слухой, как я говорю. Вот в этом они молодцы, конечно, реально, слухой. Ну, посмотрим тогда. Может, я мало осветлю, но я не знаю. Ладно, ждем 30 минут. Слушай, такое ощущение, что он с ним будет серо у тебя. Тебе тоже кажется, что он не будет серо? Ну, как-то да. Обычно уже сразу какой-то эффект. Еще даже некая же жена остается. Ну, посмотрим. Ну, что? Ну, подождем 30 минут, ладно. Все, вот это фигнир. Короче, ничего не уберется. Я вот дубль два делаю, второй, короче, сверху. Хочу вот такой слой. Почему-то у меня не прокрашиваются корни. Блин. Не, ну я видела, что обесцвечивались как следует все. Блин, ну неужели вот так, что прям вообще? Я хочу серый волосик. Вот выдавить с хвостиком вот так иззади и на корни. Корни уже просто плавают. Тут непонятно. Что непонятно, но вон он не плавает. Вот Кристина непонятно плавает, а у меня нет корни. Посредине, разъедини, ну вот здесь, смотри. Как-то вот хочется вот сюда вот. Ну тут с пальцев поснимать. О, Ребя. Ребя. Все, Ребя проснулся. Ты что унитаз опять не закрыл? Сказал, я буду выходить все закрывать. Ну что, вот я, в общем, помыла. Десять тысяч раз уже нанесла, я не знаю. Это какой-то не наш день. Да, в гостинке тоже там что-то трэш происходит. В общем... Чего, ужас? Ты говоришь, ой, нет. Крестинка Маша туда. Я не пойму, что такое? Ну, может, отслышишь, лучше было. Мне кажется, да. В корне теплый цвет. Типа я сделала хуже еще? Ну, хуже. Что-то я была какая-то светленькая, да? Сейчас какая-то немножко тюненькая вот эта. Ладно, давайте посушим, посмотрим. Не будем делать вот это вот ранее. Ну, как Крестинка, да? Сразу такая. Смотрите, мои хорошие, я немного недосушила, потому что, в принципе, так все ясно, да? Вот вам сейчас покажется, что, ой, ну, что-то нечего. Ну, что-то так нечего, вроде. На самом деле, это полная жесть. Потому что мои корни остались желтыми. Все, оно взялось пятнами. Вот здесь я просто покажу сзади. Не надо мне фоткать, блин. Криса издевается, она хочет показать мне во всем. Сама попросила, а теперь же ничего не надо. Вот так вот, а, вот так вот классно. Можно и сфоткаться, классно и супер. А на самом деле, понимаете, какая жесть. В общем, я больше не буду покупать вот эту вот тонику. Короче, сейчас у нас Estelle 116 номер в голубой пачке. Я красилась. Это вы можете посмотреть в бьюти-листе. У меня прям вот так вот волосы серые. Просто отлично. Единственное, что она быстро смывается очень. То есть, первая помывка идет, там тоже симпатичный цвет. А потом просто уже блонд смылся, да? Вот. Ну, этот, да, он ухаживает за волосами. Но он очень неравномерно ложится. Я вообще не понимаю, почему он на меня не взялся. Я же вроде бы блондинка. Но самое интересное, что даже если я не совсем блондинка, то сейчас вот стоит моя Кристина. И тоже намазали ее вот этим вот. Так ее только что осветлили. А пористые волосы еще больше должны. То есть, вообще должны быть темно-серые. Я не знаю, в чем дело. Там, когда я брала на раскладке, он прям был серый-серый. И такой дорогой еще при этом, при всем. Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Не, ну вот на видео я сейчас смотрю, что он как бы симпатичный смысл. Может, это я как бы вижу симпатичный. Но лучше намного был эстель 116. И все. На самом деле, я жду еще красочку из Алиэкспресс. Может быть, вы видели. Там реклама, реклама, серый-серый волос. И вот она там одна такая. Я ее заказала, две штуки. И мы попробуем еще ей покрасить. Так что я хочу быть серой. Я хочу быть серой, как бабушка, понимаете? Вот я хочу быть седой, серой, серебристой, сильной. В общем, ладно. Я похожу, еще так посмотрю, как бы пофоткаю, все в инстаграм повыкладываю. Все так, что подписывайтесь в инстаграм. Все под видео есть. И ссылка на Кристинку будет под видео, если захотите посмотреть, что мы там с ней творим на ее канал. Да, я вот смотрю, что видите, брови у меня, да, вот немножечко. Это же у меня татуаж. Я сделала наконец-таки, наконец-таки. И скоро будет об этом видео тоже. Я смонтирую все, когда вот сойдет, чтобы было до, после, сразу татуажа. И после того, как ушла корочка, поэтому вот у меня отпадает корочка. Посмотрим, что у меня будет с бровями. Так что тем более подписывайтесь, кто в первый раз. Ну, а мои подписчики, я вас целую. Так, ну что, решили с вами пойти, в общем, в свой любимый магазин. Возьму краску. Как хорошо, что там есть мастера, которые могут нам посоветовать сейчас. Мы вон с Кристинкой спрятали наши волосы. Смогут, здравствуйте, посоветовать, что нам сделать с волосами. И здесь есть и стели. Мы сейчас будем все это брать. Все спрошу и вам расскажу. Так, Кристинке мы берем краски. Вон они. Целая куча красок. Нам посоветовали здесь, потому что здесь люди обучаются. И очень грамотно нам посоветовали, какие нам нужно взять краски. Чтобы какая-то краска убирает медь. Какая-то, чтобы не возникло зеленцы. И какая-то еще что-то. Вот, в общем, два варианта оттенка ей предложили. Она выбрала холодный цвет. Придем домой, покрасимся. И ссылка на ее канал внизу. Там будет все. Кто еще не видел продолжение Кристины из темного в светлое, вы увидите. Вот, в общем-то, много интересного. Сейчас я себе краски возьму. Что мне посоветуют? Я же хочу быть серой. Так, ну а мне, на мой ужас, посоветовали вот такую краску Байфама. Байфама итальянская. И вот такой окислитель. Или здесь я беру одну, потому что здесь, в общем, разводится один к полутора. Один к двум разводится. И что? И здесь получается, в общем, как две краски обычные. Тут, в общем, объемы больше. И, в общем, исходный цвет, который там я увидела, должен быть именно вообще мой идеал. Но мы посмотрим, что на моих волосах получится. Так что, оставайтесь. Следующего дня, то есть, скорее ночь, опять же, да. Мои брови еще больше осыпались. Прищик скачу. За это время я не накрашенная, потому что я все, я вот так... Завтра я уже уезжаю. В общем-то, ну, это тот день, когда я завтра уезжаю. Не знаю, когда это видео выложу. В общем-то, мне посоветовали вот такую вот красочку. Я во влоге уже говорила, как она называется. Нам все рассказали. Я вот это все смешиваю. Сейчас нанесу на волосы. И надеюсь, что мой серый появится. Оставайтесь со мной, если вам интересно. И это номер 8 и 9. Вот и как раз... Ну, так, на всякий случай вдруг хороший цвет будет. Ну что, поехали. Чайничек у нас кипит параллельно. В общем, вот столько получилось. Целое полное. Я надеюсь, мне хватит все это на мои волосы. Я, как всегда, наношу все это дело руками. Ну вот, мои хорошие. Я покрасила. В общем-то, я что-то подумала, целая миска. Мне хватит на всю голову. И что-то прям перебарщила вперед. А потом целый шматок сзади просто. А у меня там на две прядки осталось. Я, короче, растянула как могла. А потом все вот это вот, все-все-все-все-все замешала, замешала, замешала. А потом побрызгала. А потом все замешала, размешала. Короче, я не знаю, но хорошо, что я сверху начала, а не составила. Надо мне, короче, с моими, вот как я крашу, руками, да, мне надо прям это, две убрать. Это просто лить на себя и лить. Ну, поглядим, что получится. Прям само интересно. Крис, я боюсь, а вдруг мне не понравится. Да? Вообще красотечка. Так все поворачиваю все. Да, я посмотрю. Вау, вообще круто. Силя, да ты вообще богемная. Ну, раз, два, три. Давай, давай, смотри, смотри, смотри. Я боюсь. Вообще здесь, да. Здесь, да, в шоке. Посмотри, как красиво. Посмотри сбоку. Что? Ну, посмотри здесь. Посмотри. Вот так, смотри. Посмотри. Я боюсь. Ты уже закрыта у меня глазами. Все, я открываю. Давай, смотри. Раз, два, три. Смотри. Что он... Кстати, что так? Ты видишь? Да. Но он получился, смотри, чуть-чуть даже серее, чем тот, которым я красилась. Стель, да? Мне тогда было недостаточно серого. Этот еще более серее. Ну, это, да, прям такой конкретно, асфальт такой. Да. Мне нравится. Но это не мой идеал, к сожалению. Что, что хочешь-то? Я хочу сильвер. Я хочу сильвер. Я хочу сильвер, чтобы он горел прям на их волостях. Когда тебе надо полностью обессветиться. Вот, походу, да. Наверное, на мой цвет не ляжет вообще такой. И на девятку вообще. Хотя мы посмотрим, смоется, вот, да, что будет. Ну, понятно. Ну, пока... Да, он темноватый. Силя вам попалась. Хотя мне это нравится, я потусую с ним. Тусую. Просто темноватый. Я же, балондинка вообще. Я же хочу что-то побелее. Хотя всегда, знаешь, на самом деле я показываю вот на палетке на этой, говорю, мне вот этот нужен цвет. Вот это ровно тот цвет, который я говорю. Я хочу, чтобы в итоге получился этот. Я так и сказала. Мне вот такой и получился. Но когда он оказался на моих волосах, я поняла, что я хочу другой. И я не знаю, как он должен выглядеть на палетке, чтобы получился на голове тот, который я хочу. Ну, ты знаешь, что ты худшая? Все самое. Я блондинка, я ничего не знаю. Монстров. Я не знаю, что хочешь. Мне нравится. Конечно, это не под эту кофточку. И брови должны отпасть. Уже скорее. Ладно, мои хорошие. Я была рада с вами поделиться. Если кому понравился цвет моих волос, все краски, все это же я оставляла. Уже там скриншоты делайте. Вот только что посмотрела видео, ну, чтобы пересмотреть там, все ли нормально. И так я боком поворачивалась. Там такой красивый цвет. Это он? Да, это графит. Просто супер. Это классно. Вот этот мне очень нравится. Волосы как-то сняться так. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока. Спнишка. Приходите к Кристинке на канал. Мы там ее вообще просто красим. Просто, как всегда, несколько дней подряд. Я не знаю. Клокол. Ну, зацените, в общем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok